По самым скромным прогнозам, сегодня в недрах земли находится около 500 миллиардов тонн так называемой тяжелой нефти. И Россия по ее запасам входит в тройку стран-лидеров после Канады и Венесуэлы. Причем 70% тяжелых углеводородов приходится на долю Волго-Уральского региона. Правда, их добыча удовольствия не из дешевых. В Татарстане с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас в республике ведется активная работа по поиску инновационных методов добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Активно участвует в ней и Казанский федеральный. Выбор темы семинара и место его проведения не случайны. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ признанный научный центр по внедрению новых технологий поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. Опыт, который здесь рассказали, он обязательно для нас очень нужен. И я хотел бы, во-первых, поблагодарить, и шадровый вас, поблагодарить наших коллег, которые отозвались. И очень надеюсь, что Казань, республика Татарстана вам понравится. И мы найдем форму, как можно чаще встречаться и общаться. Ну и самое главное, ваши знания, ваш опыт, ваши технологии, они будут очень нужны. Стоит отметить, что семинар конференции по термическим методам увеличения нефтеотдачи собрала на площадке Казанского федерального ведущих ученых и специалистов со всего мира. Причем многие приехали сюда не только послушать татарстанских коллег, но и поделиться опытом. У нас в Соединенных Штатах и здесь, в России, не только разные геологические условия, но и подходы к добыче нефти. Но даже несмотря на это, вызов для всех один – выжить из месторождения как можно больше с как можно меньшим вредом для окружающей среды. И универсального для всех ответа, как это сделать, сегодня, увы, нет. Думаю, подобные встречи способны нас всех к нему приблизить. Кстати, работа в этом направлении легла в основу стратегической академической единицы «Эко-нефть», которая получила поддержку не только региональных, но и федеральных властей. В рамках работы САЕ «Эко-нефть» Институт геологии и нефтегазовых технологий активно сотрудничает с ведущими нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями страны. Наиболее тесно ученые КФО взаимодействуют с Татнефтью. И в компании уже почувствовали плоды этого сотрудничества. «Центр именно научный в Казанском федеральном университете, он, конечно, очень сильно окреп и вырос. Появились специалисты оборудования. И вот та федеральная программа, в которой мы сейчас участвуем, она рассчитана на три года. Полагаю, что результаты ее будут для Татнефти положительными. То есть они нам предложили ряд инновационных проектов, которые даже не имеют аналога в мире. Если получится, то это будут, конечно, прорывные технологии». Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. Руслан Уразаев, Универньюс. Руслан Уразаев, Универньюс. Руслан Уразаев, Универньюс. Руслан Уразаев, Универньюс.